Всем привет! С вами Евгений Корсакин. Итак, как получить налоговый вычет по ипотечным процентам? Как получить налоговый вычет за проценты, уплаченные при погашении ипотеки? В соответствии с пунктом 4.1 ст. 220 главы 23 Налогового кодекса, налогоплательщики имеют право на получение имущественного налогового вычета за погашение процентов по целевым займам, кредитам, полученным от кредитных и иных организаций Российской Федерации. И фактически израсходованных на приобретение квартиры. Максимальная сумма вычета составляет 3 млн. рублей, то есть вернуть можно до 390 тыс. рублей, при условии, что вы уже оплатили эти проценты по ипотеке. С момента регистрации права собственности на квартиру с ваших доходов в бюджет перечислен НДФЛ на сумму вычета. Для получения имущественного налогового вычета за проценты по ипотеке нужно 1. Подготовить декларацию 3 НДФЛ. Если вычет получаете единовременно на свой счет, на сайте налоговой можно скачать бланк декларации или программу для ее заполнения. 2. Написать заявление на получение уведомления от налоговой для работодателя, если возврат процентов осуществляется через него. 3. Сделать копии документов, подтверждающих право собственности на квартиру, договор купли-продажи, передаточный акт, выписка из ИГРН и т.п. 4. Заверить их своей подписью. 4. Сделать копии документов по ипотеке, кредитный договор, график платежей и также заверить их своей подписью. 5. Получить в банке документы, подтверждающие сумму оплаченных процентов, выписку из лицевого счета, справка об уплаченных процентов и т.п. Заверенные самим банком. 6. Получить справку о доходах физического лица по форме 2НДФЛ с места работы, заверенную работодателем за период с момента начала оплаты процентов по ипотеке. 7. Написать заявление о распределении имущественного вычета между супругами, если ипотека оформлена на обоих. Кто и в каком объеме получает имущественный вычет на проценты по ипотеке. 8. Получить свои платежные реквизиты. 9. Написать сопроводительное письмо, в котором указать свои паспортные данные, ННН, контакты и перечислить все приложенные документы с числом листов. 10. Подать собранный пакет документов налоговую по месту прописки. Налоговая имеет право проверять документы для выдачи уведомления 1 месяц, для выплаты на счет 3 месяца. После этого нужно или забрать уведомление и передать его работодателю, или еще в течение месяца ждать перевода суммы от налоговой. Друзья, весь перечень того, что вам нужно, подготовите, что я перечислил, я оставлю в описании под этим видео. А с вас лайк, подписка на канал, если вы еще не подписаны. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok